Всем привет! Вот и пришло время выложить мой второй влог. После прошлого видео мы уже успели слетать домой в Россию. Там нам нужно было сделать пару дел и увидеться, конечно, с близкими и семьей. Все дела были сделаны, время с семьей я успела провести достаточно много, ну и пока месяц мы отсутствовали, жизнь в Америке, конечно же, была поставлена на паузу. Ну вот мы уже здесь, и думаю, в этот раз мы пробудем здесь намного дольше, по крайней мере, пока, я так предполагаю, не разберемся со всеми документами. Итак, что будет в этом видео? В этом видео я вам покажу наши первые дни в нашей новой квартире, нашу бытовуху, как мы пытаемся ее обустроить, и, конечно же, очень-очень много распаковок. Так что наслаждайтесь, и, конечно же, приятного вам просмотра. Блин, ну у нас синий, кстати, в Питере диван. Ты делаешь что-то, опять в питерскую квартиру. Нет, ну там он, нет, он почти черный там, с красными элементами. Ну, синий был. Просто он очень темный синий был. Можно и серый, я не против серого. Короче, у нас дилемма. Вот мы пошли выбирать диваны, и остановились вот на этом диване, и он есть в двух цветах. Ну, это типа та же ткань. Серый и синий. Мое женское сердечко хочет светлую мебель. Серый такой скучный. Вот я сейчас даже на него смотрю, вот представьте, что он большой. Это какая-то такая, типа, база. В съемной квартире как будто бы и когда тебе надо всю квартиру обставить. Не знаю, это же все равно наш дом, причем тут съемная. Ну, в плане, что тебе, когда тебе надо полностью все подо все подбирать, я вот под это буду париться, а под это мне как будто больше опциональности со всем остальным. То есть, ну, мне нравится, как выглядят здесь сюда. Там, условно, какие-то яркие подушки и также вот зеленый цветок. Просто так я хочу серо-белую квартиру. Она и так вся вообще. Короче, Даня мне не дает делать из квартиры инстаграмную. Говорю, не даешь мне из квартиры сделать инстаграмную. Тебе надо обязательно... Серый диван — это не инстаграмная квартира. Это инстаграмная квартира. Бежевый, серый. Серый диван — это отсутствие твоих страхов с сочетанием с ним. Вот что это. Я считаю, что серый диван — это стильно. И отсутствие запара. Как черная футболка на мужике. Стильно, то бишь... Нет, это когда ты не знаешь, как сочетать одежду. Это самый безопасный вариант. Ну да, но черный всегда, типа, хорошо смотрится. Ну не знаю, не понимаю, короче, как нам решить. Ты прям сильно за серый, да? Ну, 70 на 30. На сколько? 30 на то, что... Возможно, это интересно, но я сух, что просто со всем остальным ты меня начнешь проминать и накупишь просто к этому синему дивану опять эти с железными черными стойками и деревянную мебель и сделаешь опять ту же квартиру, в которой мы жили. А я не хочу. А то тебе не нравятся квартиры, в которой мы жили? К нему, вокруг. Хоть что-то, знаешь, типа... Ну, а что мы будем еще там вставить-то? Просто думать, как это... Торшер, да, понице. Не, ну, понятно, торшер, картину большую. Я и так собиралась все это ярко делать, вот в чем делала. Здравствуйте, мне инстаграм, да? Вау, диван из икеи, как будто. А тот? Нет, тот как будто в нем больше индивидуальности, вот что мне в нем больше нравится. Возможно, с этим диваном, типа, ну, то есть, короче, если какие-то цветные подушки сюда ебануть, может быть, он задышит для меня. Или там, вот как те кожаные, что мы смотрели. Надо какой-то тогда торшер прикольный сюда. И большущий цветок. Цветок я уже нашла, конечно. То, что ты заказала на Амазоне? Нет, ты еще не сказал, потому что мы диван там зашли. Я бы вот тут еще посмотрел, мне нравится. Он, смотри, там здоровенные всякие фикусы, типа пальмы. Да, а вот... Иди, пожалуйста, посмотри. Блин, не знаю, вот по мне фотографии на нем более инстаграммные были бы. Вот условно мы бы все сидели тут, играли в настолки. Не знаю, я вот даже сейчас смотрю. Ну, вот сама посмотри на кадры. Короче, мы определились. Тысячу подушек перемерили. Я увидела их ценник. Одна подушка стоит, он, по-моему, вот эта вот подушка стоит 6 тысяч рублей. Я такая, no, thanks. У нас больше нет, во-первых, рублей. Во-вторых, мы закажем лучше на Амазоне, что-нибудь подешевле. Сейчас привели еще наших друзей. Они сейчас привели сюда, в наш магазин, еще друзей. Они посмотрят диван себе. Обратите внимание, какие же здесь цветочки и салфетки в бокалах. Спасибо. Полина Чистякова, Первый канал. Вести недели. Сделай вид, как будто ты не можешь выбрать, типа, этот или этот. Такая, типа, ах, ах. Он как будто послал. Для записи. Мы выбрали этот диван не потому, что я настоял. Да, конечно. Она спросила у Алёны. Его вообще тошнит от всего, когда я говорю, типа, я хочу что-то козе, something. Окей? Как иронично. Когда я достаю козе, тебя тоже тошнит. Да. Потом, я думаю, будет видно, судя по моим видео и вообще этой летописи, которую я веду. В какое уродство будет превращаться квартира из-за меня. Да, в какое уродство и в каком стиле же она будет. Опять всё будет тёмное, с железяками, с деревяшками и... и всё. Вот это мне нравится. Вот это то, что буквы есть. Это тебе нравится. Вот это мне нравится за диваном поставить. Я не знаю, как она. How much? Не знаю, как она. 400-500 баксов. Мне это больше не нравится. Вот, видишь, вот эта сопля. Длинная? Да, сопля прикольная. Мне кажется, если её сзади поставить... О, она как раз стоит в цветках, которые... Вот эта сопля мне нравится тоже. Да, но она не очень большевата для наших квартир. Я на Амазоне видела такие сопли. Не, она огромная. Цветок или это по-имену? Нет, вот эта большая. Ну, хорошо. Не, ну, очень большая. Ну, какая-то, да. Тогда она что-то просто как на штативе такой, просто светлый. Сколько эта сопля стоит? Стоит? Блин, эта сопля стоит всего 295 долларов. Этот цветочек, может? Нет, она соплю, она соплю приклеена. Ладно. Ну, она, видишь, её проблема в том, что она, конечно, симпатичная, но она освещает только конкретный пятачок. Ну, да, наверное. Который направлен. Если взять какой-то торшер, он может создать какой-то уют. Это очень странно выглядит. Это... Мы играем в крокодила? Скорее всего, мы не играем, ведь игра... Понятие игры очень абстрактно. Хочется ещё поспать. Он покушал? Угу. Ты чего, Павел, зайчик? Ты чего? Осторожней. Сколько тебя тут в поисках, конечно. Так выглядит наше утро без мебели и без хорошего настроения. Привет. Меня зовут Андрей Макаревич, и это программа СМЭК ТАЧИТЬ. Я не понимаю, какой смысл делать пункт столовые приборы в Uber, если у меня 8 из 10 случаев, когда я ставлю галочку привезти приборы, не привозить нигде приборы. Они такие, вы что, нищие, ебать? Пойдите вилками. А у нас нет вилочек. Это... У нас ничего нет. Ну что, я мою эти? Мой, да, пластмассовые. Пластмассовые вилочки. А чем? Мылом. Моя лочь опустилась, как капушка. Ветер гадает в нас юные здесь. Слышу знакомую вещь, вижу облик твой. Но почему это только в свет? это старбакс если честно я в шоке от того сколько позиций ты выбираешь когда выбираешь просто кофе типа я выбираю кофе дальше я выбираю помимо размера какие-то добавки какие-то капсы какие-то посыпки какие-то это то есть моей голове ты выглядел всегда все гораздо проще взяла себя обычные яйца бекон и томаты вот и взяла нам еще в столбке садили она кстати очень вкусно да не взял омлетик а ты кстати вот это уже заказывал что ли и это это должны быть драники кстати на выглядит вот это пэнкейкс пэнкейкс именами нет больше никаких драников есть только патеты пэнкейкс похоже на драник нет а вот это на драник в сметанке похоже нет похоже на какой-то котлет по вкусу это драник да конечно попробуйте зрители такой если вы больше был подстой и вы чудище все первую секунду да и 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 сегодня у нас пришла первая партия большая первая партия с амазона и мы начнем распаковочку ах у нас значит помимо важнейших вещей для квартиры есть еще это 9 прошу прощения это 12 пачек физраствора зачем тебе не нужны я суть по всему умирающий дед надо промывать на самом деле физраствор заказала я потому что мне нужно дышать им потому что я приехала и я болела что подводная гадина американский воздух щит вот на самом деле одну просто что там от две банки будет а прислали две пачки по 6 но одна почти уже поюзна так что нормально нам хватит у него срок годности хороший скажи пожалуйста я могу сказать что уже в этой коробке я уже раскрыл ты раскрыл да я не знаю что будешь снимать давай здесь ваза который я вазу купила я и выбрала ее я мне ночь понравилась она красивая я не знаю я обшаю только в коробке а ну давай он боксинг он боксинг кстати пока я вскрываю вазу приобретайте книгу рома желудя секс-зависимость кстати самая первая вещь которая появилась у нас квартире это да нею привез это как запустить кота это он в туру я брал это мне руслан усачек подарил еще сторонней цепочек странно что вазу я заказала не в последнюю очередь она мне просто такой намек на цветы что так и у нас ничего нет дивана но цветы блин куда бы поставить бы интригует симпатично какая красота блин она очень красивая такая даже ну типа средней тяжелости что цветы но нет сюда прям будет букет какой-то швы кирпина цветочка но если воды налить надо логично у нее даже есть эти чтобы не царапать поверхности блин смотрите какая красивая на самом деле и купила вот именно в таком цвете он там было и белая и под керамическую и черный по моему потому что у нас таких же серебряных оттенках будет помимо вот фурнитура всякой вокруг также будет чайник и этот будь осторожней по направлению к пальцам к себе не хорошо по так первое это постельное белье в америке есть проблема постельное белье здесь все практически без запаха без пододеяльников с молнией а это просто получается такая тряпочка тоненькая и отдельно они берут одеяло и получается кладут его сверху как плед мне это вообще не нравится такое меня не устраивает полностью но пришлось купить на первое время такой вариант и потом это мы просто подберу отдельно какой-нибудь зиппером 1000 лайков и полина продемонстрирует постельное белье но в плане что ты будешь лежать на кровати типа это будет сейчас пока вы их я кстати нашла мне теперь в рекомендациях instagram показываются всякие блогеры оказывается на amazon можно вести свой блог или как недавно скорее всего получаешь еще процент покупки там вроде до реферальные ссылки есть насколько я знаю аккуратно короче да у какой-то девушки на страничке были ее favorite вещи с амазона и там были эти бокалы мне очень понравились а я пока не знаю подписчики скажите мне нравится или нет вроде прикольно да я просто через этот видоискатель смотрел и не понял еще пока да симпатично я больше вот такое люблю не разочарована вообще а это подарок даме какой-то праздник когда мы начинали встречаться парный набор решила что здесь ему тоже должна я подарить а сегодня мы пришли в магазин где было миллион очень красивых барных наборов и мы такие но этот должен быть самый лучший в россии в россии блин да класс что написано на нем миксологи крафт искусство смешивать мне нравится пимпочка сверху классно но вот тот это с ним я отъездил тур он не у него проебалась крышечка у него нету типа закрывашки так что я похоже на урну погребаю да здоровый мне нравится здесь веке прибуду надо еще купить эти шевер ситочка скорее всего здесь бытовуха а вешалки мне я думаю как раз тостеры и чайники они уже до пришли пьяни фон не могли быть прикольно у нас уже то есть mail комната для почты в которой можно по паролю забирать короче постаматы на них мы зависать не будем а это полочки в эти она шала кабинки не знаю в какой в твою ванну или мою или там 1 твою 1 мою наверно 1 твою 1 моим зачем по 2 я как опытный мужчина хочу сказать что естественно никакой моей ванны не существует она все они все ее пишут ванна а может под раковину скорее всего это под раковину да это под раковин да это для получается для всяких средств рядом с мусором чтобы поставить и спокойно можно было доставать это надо собрать получается как он не мужик хорош все умеет своими руками это с бронзовыми верхушками верхушки крутится это хорошо и это вешалки подписывайтесь на канал если вам интересно смотреть контент про вешалки с амазона здесь говорят правда доброе утро у нас сегодня отличная погода это мой муж он заказал глядя на американский флаг из ресторана русской кухни яичную на маску с майонезом здесь что были вареники находились некоторые изделия из теста и картохи компот сухофруктов пью и конечно же оливье я тоже компот из сухофруктов заказала короче поскольку я все еще болею мы особо никуда не ходим продолжаем заниматься теми же вещами что и все дни до этого вам сюрприз бокса открываем сюрприз бокса и кушаем стоя ракет хотел снять ракету и тебя сегодняшний выпуск у нас это пока что одна коробочка мы сходили в комнату с доставкой сейчас хочу я же не доел чего ты не доел оливье тебе не понравился вареники бутер хотел скушать да позже съешь на сместили нахуй на руки жирные погоди короче ребята сейчас вы будете наблюдать как мы распаковываем новое посылку как вы уже смогли догадаться это да да тут нет интриги к сожалению потому что каким-то образом на коробке написано ну типа по-русски что это тостер но никто не знает какого же он цвета так вы знаете да в этой технике очень прикольная очень прикольная цветовая палитра я дарила как-то своей близкой подруге чайник приятного розового оттенка возьми за ушки за края которые торчат и просто рвание их по бокам нет нет ты правильно бралась ну или так только вверх до отрывается но давай я ладно давай давай если у тебя слетит маникюр я бля я заебусь потом отслушать давай 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 ну ладно ты конечно я горжусь тобой ну давай помогу мы заказали чайник разве мы голубой заказали вид коробка просто такая но есть такого же оттенка у них и продукция новенький с нужным разъем мы даже бы не смогли из россии забрать свой любимый тостер как странно вот он вау очень сексе мы здание сошлись на том что почему-то я была уверена что ему понравится голубой цвет типа такой девчачьи нежно-голубой не на самом деле я бы может быть даже голубой взяла но какая штуковина но мы решили что у нас еще много серебряной фурнитуры и типа холодос и это чайник и этот да в нем отражаются мои объедки это не мамон это так искажается смотри когда ты смотришься вот он будет стоять где-то вот так вот не очень красивый вообще среди коробок да и еще мы купили дальние он обожает вафли и мы зашли вчера в какой-то магазин с кухонной утварью короче и мы взяли маленькую маленькую такую вафель это пудреницу которая замаскирована под вафельницу хочу картофельную вафлю нужно картофельную делать можно не картофельную я просто не захотела брать ничего громоздкого не дайте что-то пальчики вожжим я думаю все будет хорошо у нас эти следующую распаковку это много сезонный сериал кстати в общем покажу вам какая у нас сейчас дилема у нас есть на втором этаже получается две комнаты и каждой комнате есть присоединен свой санузел и своя гардеробная вот когда даня нашел эту квартиру он мне присылал видео и я такая у каждого своя гардеробная круто вот естественно какие-то нюансы я не обратила внимание например те что они немножко казались маловаты то есть у меня в питере было не очень но не самая большая гардеробная которые скорее знаете был переделанный чулан вот но после этой питерской гардеробной мне казалось что здесь будут сто процентов они больше или хотя бы такие же выяснилось что это достаточно маленькие комнатки есть еще очень нелогичные для меня на мой взгляд в коридоре какие-то полу шкафы шкафы то есть это как половинчатая дверь вот только вот такая вот получается пол такой створки какая-то такая половинчатая дверь с маленьким помещением где есть очень короткая рейка на которой ты можешь повесить наверное что-то длинное как они подразумевают но мне не хватает реально полок вот а это конечно не такая большая проблема потому что по сути я могу купить какой-нибудь комод но дело в том что я не очень хотел покупать ни шкафы ни комоды ничего такого потому что мне казалось что есть гардеробная и мне нравится сама идея что в гардеробной у тебя все вещи в одном месте и ты можешь как бы их там уже примерять индиве нужно куда идти вспоминать потом ой она у меня бы висела на просто она висела в другом месте короче когда есть гардеробная ты как бы рассчитываешь что все уже находится там это спальня которая как сказать она подразумевает под собой что это основная комната потому что здесь сейчас вам покажу потому что здесь идет такая двойная раковина то есть большое зеркало здесь хреновое освещение но это поправимо нам разрешили заменить зеркала я хочу просто купить зеркало с подсветкой вот либо в этой ванной либо в другой сейчас объясню почему это еще под вопросом в какой и тогда будет освещение уже намного лучше потому что сейчас пока грустненько вот ванны тут и душевая ванна и другой то же самое не выглядит примерно одинаково разница просто в том что другой ванной будет одинарная раковина и чуть лучше освещения здесь она более просторная но скажу сразу мне больше нравится то потому что она для меня немного более уютная и она светлее не знаю короче мы думаем что делать спальню когда ты выходишь сразу вот так вот по лестнице и вот она типа здесь не так прикольно как когда ты сделаешь спальню вот там вот вот но плюсы этой комнаты в том что сюда попадает солнце здесь хреновый вид солнце как бы попадает но вид здесь на такие штуки это как бы не сильно нам мешает потому что в основном это все вот так вот за навешенное и как-то не знаю типа пофиг там бит конечно совершенно в той комнате другой пока матрас стоит здесь и мы подразумевали что это будет данин кабинет здесь будет его тоже гардеробная такая обратите внимание что здесь получается две полноценные рейки здесь рейка здесь рейка ну и здесь вот типа вот такая история с полками так вот это должна быть получается если это его кабинет его ванная но идемте за мной а еще мы же в такой как бы вынужденной ситуации с собакой что надо ее мыть мы долго думали блин придется ли в лос-анджелесе мыть пса а здесь тип может быть будет более сухая погода и не будет столько проблем на самом деле мы приехали здесь дожди собака точно также пачкается как в россии не знаю как дальше с этим будут обстоять дела в общем пока его нужно мыть внизу у нас нет для этого места получается должен подниматься по этой лестнице проходить вот здесь и заходить вот в этот душ вот это же как бы если это будет основная спальня не самое приятное мероприятие когда собака проходит как бы грязно здесь поэтому я приглядел для себя вот эту ванну она хорошенькая такая светленькая здесь одно зеркало его тоже могу поменять и сделаю с подсветкой но здесь все то же самое немножко по-другому туалет и здесь тоже есть гардеробная но обратите внимание что здесь но вот это мы сразу вычитаем из-за выпирающей стены никаких вешалок и сюда повесить не могу здесь тоже самое ну типа только вот так вот что на мой взгляд очень тупо вот здесь эта история уже короче потому что здесь также выпирает стенка ну и короче здесь полки примерно то же самое в общем меня это если честно немножечко расстраивает потому что какого хрена у меня гардеробная меньше чем у дани при условии что дани вообще не шмоточник и у него как бы ну точно будет меньше вещей чем у меня ну вот так вот дверцы про которым говорил чисто вот такая маленькая половинчатая дверь и вот так открываешь ну и вот здесь вот имеется еще вот такая история на хрена непонятно ну то есть какие-то платья туда повесить но мне как бы не знаю не понимаем как сделать либо забрать ту ванную у него с той гардеробной но тогда я буду ходить через его кабинет а была история как бы идея в том что он там свое время сидит занимается работает и как бы ну то есть мне надо будет если переодеться я буду заходить такая тук-тук-тук ссори мне нужно здесь кое-что забрать вот не знаю с другой стороны даже если сейчас там поместятся мои вещи в перспективе то я планирую до хрена покупать тут тут-то все магазины есть у меня зара через дорогу сделать может быть как то есть да какой-то ну зачем вот это вот мне вообще портит всю картину буду думать итак всем привет и сегодня с вами магазин на диване у нас пришло еще немного посылок в этот раз нам повезло и очень вежливый человек который работает на шинжика это все прям к нам под дверь из комнаты с посылками кроме вот этих трех это друг это другой вежливый человек нес мы не бабка ты блять думаешь я знаю где у тебя рабочая сторона твоя рабочая сторона это россия да зерман говно конечно ничего говенская фирма говенских ножей хочу чтоб трейлер этих распаковок в кинотеатрах покрутили ёршики зай говно соскребать наконец-то липкий кал внутри следующая распаковка что подоплять а внутри следующая распаковка у нас дома в питере был кулер 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 без и очень удобная хрень у нас здесь и ставить негде поэтому здесь придется пользоваться чайником но если бы в питере мы покупали я вообще голосовала а если ты была в питере ты бы точно голосовала она очень тяжелый мы даже не смогли поднять это я купила для мыла вот такие прозрачные диспенсеры будем открывать или нет нас интересует только ёршики я ваш рассказала соколовой примерно сколько денег мы тратим на покупку вещей сюда и это примерно ну реально выходит как в ремонт в квартиру который под чистовую просто сдали дохрена вот таких вот штук это мне уборщица сказала купить их три тут принято мы решили здесь взять уборщицу потому что во-первых здесь заехали здесь очень грязные полы надо как минимум чтобы она один раз пришла о это натяжная простынь белая это тоже средство для уборщицы это тоже кстати средство для уборщицы они мне они мне наврали они сказали что они придут позже ахренеть почему такая тяжелая скажи а сколько мы здесь планируем жить шампусика немного наши борщицы я вижу что здесь еще одна такая коробка у меня есть подозрение что я случайно заказала две как с физраствора я тебя поздравляю мы будем чистые чистые у нас нет стульев но ебать сколько пузырей мы еще средства ну я подозреваю что да это тоже уборщица заказала мне сказала чтобы я это заказала это хоть показывай хуй тут и ебать ну что это вытирать пыль видимо это шкряпать по снегу пойдет класс а мы тут живем скажи пожалуйста салфетки миллиард каких-то таких тряпочек но она видимо их использовать для протирания ну по всей видимости если она нас просто заставил купить ткани это будет подло с ее стороны там сама уборщица значит здесь поэтому для меня что нужно полине сковорода чтобы сразу записывать носить и диски хоть что-то радует что пришло нам они какому-то другому человеку здесь даже не живет здесь органайзер для для спальни это для посуды это для ложечек вилочек да представьте здесь ложки восхищены ли вы заворожены ли это салатница мы заказали большую стеклянную миску что вот салаты это попить ракете даже как шляпу не надеть ничего это для я уверен что зрители нашего потрясающего формата названием ебаная сорока ждут есть часть зрителей которые здесь только для того чтобы дождаться когда кто-то из нас порежется мы стараемся сделать все возможное чтобы вы получили желаемый контент значит здесь доски для ура разделки это я заказывала они должны и стоять и лежать и очень удобно вообще я думаю в прогрессивном обществе некомфортно так говорить про доски никому первых ничего не должны они просто являются собой дай-ка мне потрогать на кухню как вы поняли из лора нашего постоянного классического шоу мы не очень хороши в размерах и количества и особенно в количестве но в качестве вроде пока все наконец-то нам пришло сжиженное одеяло последний сюрприз бокс я смотрю много кости половых я знаю как надо реагировать на давай коробок сделай как нужно сейчас попробуем блин ребят посмотрим что же здесь будет капец блин я даже не знаю так что же у меня в этом сюрприз боксе блин капец блин опять положили мне воздух что мне с ним делать без блин деньги на ветер это полный лохотрон ребята не заказывайте так но здесь самый странный набор на свете на самом деле помимо уплотнителя здесь нормальная салатница простой способ как проверить салатницу подходит она или нет под салат и надевается на ногу надевается значит более чем подходит столовая заказа штатив 2 камеры это manfrotto довольно стандартная модель у меня было три таких один из них сломался я решил блять если они так ломаются хочу не привести еще спасибо что смотрели если будет дальше смотрите дальше что же придет нам завтра и так у нас уже вечер я развесила свои вещи решила все таки закрепить за собой эту маленькую ванну светлую и маленький гардероб в принципе у меня поместилось все что я взяла с собой короче выглядит это все вот так вот это все вещи которые я взяла с собой из россии на самом деле это минимум я много чего оставила обувь и верхнюю одежду там буквально мне четыре верхних позиции я буду вешать внизу у нас там есть место вот это все сумки которые с собой взяла это топики это тоже такие топы и футболки не всего 2 в собой футболки здесь какие-то такие топы здесь джинсовые какие-то штуки это уже больше такое парадное выходное пиджаки три платья всего лишь взяла два костюма как они господи называется комбинезоны она вот еще платье ну и здесь три рубашки 43 толстовки основном на самом деле я взяла джинсы потому что штаны у меня были все новые их покупала в дубае как раз когда zara уже ушла я не понимала тогда что мы переезжаем вот я много чего покупала нового сегодня я думаю все у меня опять заболело горло так что спасибо что смотрели расскажите как вам вообще такой формат это супер лайф мы не особо куда-либо выходим пока что я ничего не могу показать интересного типа прожить здесь вне этого дома потому что пока я вся моя жизнь реально в четырех стенах из-за болезни и из-за того что но я реально не понимаю как можно сейчас куда-то поехать меня там зовут какие-то вечеринки я с них соскакиваю потому что мне хочется все-таки после вечеринки когда я приду хорошенькая чтобы у меня в квартире было уже ну типа как-то приятно даже вот вырубиться и на утро проснуться с похмельем чтобы все было под рукой я не хочу просыпаться на это пустой квартире на голом матрасе в общем пока я ну еще плюс я не долечилась поэтому пока я пас социальная жизнь стоит на стопе доброе утро доброе утро пусть люди такой миленький сегодня устанавливают телевизор вот мы решили если вы увидели поставить его на такой специальной ножке которая можно поворачивать в разные стороны и получается мы можем за барной стойкой посмотреть и не надо как бы с краю изображения там глаза ломать себе вот и можно короче во все стороны покрутить будет все круто в общем из крупных вещей у нас осталось еще кровать и столы вот самое наверное будет дорогое из всего что мы здесь покупаем это два игровых компьютера потому что мы смогли их забрать естественно из россии и наверное все то есть все остальное это такое уже больше об уюте какие-то торшер очки полочки и все в таком духе как раз у нас ушел человек который устанавливал телевизор осталось эти подключить еще интернет потому что это казалось не супер просто интернет нужно оплачивать именно с банковской карты американской вот и поскольку у нас пока здесь нет никаких счетов мы вот сейчас будем этим заниматься для того чтобы у нас был наконец-то вай фай что еще что еще кухонные ножницы заказала еще я вам говорю это так странно тебе нужно вспомнить такие вещи которые ты воспринимал как должное в своей повседневности то есть ты не задумывался о том откуда они у тебя появились то есть какие-то даже когда в россии мы снимали квартиры зачастую там уже были какие-то позиции которые как бы по идее ты должен был купить но они там уже были ты так и оставил даже не задумывался о том что ну типа это надо покупать и выбирать и все такое здесь квартира полностью пустая и я допустим сейчас сушил голову такая ведро здесь нет ведра для того чтобы мыть полы надо купить ведро то есть она меня как-то знаете как это как озарение какое-то приходит я такая сразу опа надо это срочно заказывать эти сегодня я себя чувствую гораздо лучше и дела пойдемте телевизор ну что он работает прям можно уже смотреть его ой это так странно что он так сбоку померили может он от был над камином вешать и как вам бы куском вы вылезал вот тут была гола стенка он больше чем камин ну да не все супер так получается как раз полная стена я не понимаю как этому относиться зачем тебе как-то к этому ну типа мне кажется это так неправильно почему ну потому что он так сбоку хотя я понимаю что даже если бы он заехал вот на эту белую штуку а это у нас шкаф буквой г не этот шкаф он же открываться должен да для у меня вопрос камин у кого хера он посередине стены ну это да ну вроде бы ничего вроде бы и нормально пойдет хочу конечно туда наверх вы тени ну тени просто далеко не надо вверх тянуться в бок тени должна поздравляю антенна кэбл дисконнект и итак у нас новая партия доставки и на самом деле в этот раз у нас прям как вчера количества можно чуть 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 больше нам надо обязательно вернуть тележку обратно сказали и вот это вот здесь это стулья что это же нам уже сегодня должен прийти каршер короче на самом деле я так подумал что целый ролик где я постоянно что-то распаковываю это тумач вот поэтому предлагаю так я буду частями вставлять видео моменты с распаковкой и в конце концов когда можно все распаковать все раз соберем все разложим я выложу в последующих видео уже полный обзор квартиры типа чё как где мы поставили и всякое такое вот если вам будет конечно это интересно пока что нас ждет очередная распаковочка очередной день сурка но ничего это даже приятные хлопоты если честно потому что только посылок за такой короткий промежуток времени у меня еще не было спасибо за просмотр надеюсь вам понравился такой лайв контент я знаю что у вас есть много вопросов и я решила что сниму отдельное видео либо вставлю большую часть в следующий влог где буду на них отвечать так что обязательно напишите что вас интересует в комментариях ну и напомню вам о том что мне с телеграм у меня есть запрещенный инстаграм так что подписывайтесь я там тоже публикую частенько нашей жизни будем видеться с вами теперь чаще так что всем до новых скорых встреч пока